Надежда Тефи. Карьера Сцепиона Африканского. Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не может. Попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул. А между тем рецензия о спектакле была необходима. Послали к рецензенту, но посланный вернулся ни с чем. «Больного вторые сутки не было дома». Редактор заволновался. «Как быть? Билеты все распроданы». «Я напишу о спектакле», – сказал печальный и тихий голос. Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру с уныло вопросительными бровями. «Вы взяли билет?» «Нет, у меня нет билета, но я напишу о спектакле». «Как же вы пойдете в театр без билета?» «Я в театр не пойду», – все так же печально отвечал хроникер. «Но я напишу о спектакле». Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую. Через час рецензия была готова. Александрийский театр поставил неудачную новинку «Горе от ума», написанную неким господином Грибоедовым. А зачем брать псевдонимом такое известное имя? Сик? Так, в переводе с латинского. «А ведь он ядовито пишет», – сказал редактор и продолжал чтение. «Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично. Сик, хотя многим здравомыслящим людям, давно надоела фраза вроде «О, закрой свои бледные ноги», – как сочиняют наши декаденты. Не мешало бы некоторым актерам и актрисам потверже знать свои роли. Сик-сик. «А ведь и правда», – подумал редактор, – «очень не мешает актеру знать потверже свою роль. Какое меткое перо. От исполнителей отметим госпожу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарование и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные все были на своих местах. Автора вызывали после третьего действия. Сик-сик. Транзит. «Так-так. Проходит». В переводе с латинского. Сципион Африканский. «Это что же?» – удивился редактор на подпись. «Мой псевдоним». Скромно опустил глаза печальный хроникер. «У вас бойкое перо», – сказал редактор и задумался. Наступили скверные времена. Наполнять газету было нечем. Наняли специального человека, который сидел, читал набранные статьи и подводил их под законы. Пять лет каторжных работ. Лишение всех прав. Высылка на родину. Штраф по усмотрению. Конфискация. Запрещение розничной продажи. «Крепость». Слова эти Гуковы летали из редакторского кабинета, где сидел специальный человек, и наполняли ужасом редакцию. Недописанные статьи летели в корзину. Дописанные сжигались дрожащими руками. Тогда Сципион Африканский пришел к растерянному редактору и грустно сказал. «У вас нет материала. Так я вам приведу жирафов». «Что?» – даже побледнел редактор. «Я приведу вам в Петербург жирафов из Африки. Будет много статей». Недоумевающий редактор согласился. На другой же день в газете появилась интересная заметка о том, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербуржскому лицу «четырех жирафов, которых и привезут из Африки прямо в Петербург, сухим путем, где нельзя, там вплавь». Жирафы тронулись в путь на другой же день. Путешествие было трудное. По дороге они хворали. Исцепион писал горячие статьи о способе лечения зверей и апеллировал к обществу покровительства животным. Потом написал сам себе письмо о том, что стыдно думать о скотах, когда народ голодает. Потом ответил сам себе очень резко. И в конце концов так сам с собой сцепился, что пришлось вмешаться редактору, который боялся, что дело кончится дуэлью и скандалом. Еле уломали. Сцепион согласился на третейский суд. А жирафы между тем шли да шли. Где-то в Калькутте, куда они, очевидно, забрели по дороге, у них родились маленькие жирафята, и понадобилось сделать привал. Но природа, окружающая отдыхавших путников, была так дивно хороша, что пришлось поместить несколько снимков из ботанического сада. Кто-то из подписчиков выразил письменное удивление по поводу того, что в Калькутте леса растут в катках. Но редакция казнила его своим молчанием. Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописные празднества, когда редактор неожиданно призвал к себе Сцепиона. «Довольно, Жирафов!» – сказал он. «Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны!» «Господи, куда же я теперь с ними денусь?» Затасковал Сцепион с таким видом. Точно у него осталось на руках пятеро детей. Мало-мало-меньше. Но редактор был неумолим. «Пусть сдохнут!» – сказал он. «Мне какое дело!» И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло. Журналистов не пустили в Думу. И газета, в которой работал Сцепион, осталась без кулуаров. Настроение было унылое. Сцепион писал сам себе телеграммы из Лондона, Парижа и Берлина, где сообщал самые потрясающие известия и в следующем номере, проверив, красноречиво опровергал их. А кулуары все-таки были нужны. Сцепион африканский, – взмолился редактор. «Может быть, вы как-нибудь сможете?» «Но, разумеется, могу». «Что кулуары? Волк, что ли?» «Очень могу». На следующий же день появились в газете «Кулуары». Прекрасное зало Екатерининских времен, где и некогда гулял сам светлейший повелитель Тавриды, оглашается теперь зрелищем народных представителей. Вот идет П.Н. Милюков. «Здравствуйте, Павел Николаевич», – говорит ему молодой симпатичный кадет. «Здравствуйте, здравствуйте», – приветливо отвечает ему лидер партии народной свободы и пожимает ему правую руку своей правой рукой. А вот и Ф.И. Родичев. Его высокая фигура видна еще издали. Он весело разговаривает со своим собеседником. До нас долетают слова. «Так вы еще не завтракали?» «Нет, Федор Измаилович, еще не успел». Едва успели мы занести это в свою книжку, как уже наталкиваемся на еврейскую группу. «Ну что, вы все еще против погромов?» «Безусловно, против», – отвечает, улыбаясь, группа. И проходит дальше. Ожидается бурное заседание, и Маклаков Василий Алексеевич, видный брюнет, потирает руки. После краткой беседы с социал-демократами мы вынесли убеждение, что они бесповоротно примкнули к партии СД. Вот раздалась звонкая польская речь. Это беседуют между собой два представителя польской группы. В глубине залы у колонн стоит Гучков. Какого вы мнения, Александр Иванович, о блоке с кадетами? Гучков улыбается и делает неопределенный жест. У входа в кулуары два крестьянина горячо толкуют об аграрной реформе. В буфете у стойки закусывает селедкой Пуришкевич, который принадлежит к крайним правым. «Нонича, теперича, тая-тая», – говорят мужички в кулуарах. «Последний луч меня переманивает», – «то есть кулуары», – с безысходной грустью заявил Сципион. Редактор вздохнул, оторвал четвертушку бумаги и молча написал «В контору выдать Сципиону Африканскому в скобках Савелию Апельсину авансом 400 рублей с погашением 30%. Вздохнул еще раз и протянул бумажку Сципиону. «То есть разъединение в кулуарах» и «Беларах кулуарах». «Экзанскому allerфью и тайн». «Беларах кулуарах кулуарах».